друзья давно у нас не было распаковочек и вот пришла такая одна долгожданная посылка долго я морально собиралась прежде чем заказать все это потому что были у меня сомнения подойдут ли эти материалы инструменты для работы с именно с запекаемой полимерной глиной потому что больше они были рассчитаны и предназначены для холодного фарфора и вы знаете что если я делаю обзоры то эти обзоры только на качественные инструменты только на качественные материалы которые я на протяжении порой двух-трех месяцев тестирую только потом выкладываю видео чтобы рассказать что действительно этот продукт стоит приобрести и действительно он вам поможет в работе поэтому этот обзор будет посвящен только качественным материалом начиная распаковка как видите здесь у меня два свертка начну с маленького посмотрю что находится в маленьком а внутри в маленьком находятся каттеры это авторские каттеры и созданной они из пластиков только европейского производства сразу запеку наперед посылочку я заказывала кима for art ссылочки я все обязательно укажу в описании под видео и сейчас вы можете видеть ссылочки на экране на страницу вконтакте и в инстаграме каттеры здесь различных форм различных размеров все что необходимо для работы с полимерной глиной с холодным фарфором даже с мастикой круглые квадратные овальные какой-то неправильной формы в обязательно листочки обязательно форма лепесточков потому что я больше мире цветочных дел мастер из запекаемой полимерной глины даже есть вот лисенок птичка интересная конечно не интересны все разновидности каттеров и чем больше у меня будет ассортимент их тем лучше давайте просто посмотрим срезающий край мне интересно насколько прорежет я не буду катер вынимать видите я поднимаю пластику потому что мне интересно прорезал ли до конца не будет ли рваного края как видите нет рваного края нет сейчас еще маленький попробую смотрите маленький треугольничек даже не застрял в катере на самом деле нижний край он более тонкий он скошенный и такими катерами очень удобно разрезать пластику а вот достала катер птички там очень очень много мелких элементов сейчас хочу посмотреть прорежет ли катер птичку да он прорезал носик тоже тонкий остался конечно нужно извлекать из такого катера очень очень аккуратно заготовку ну как видите птичка даже с резным хвостиком и узким носиком все-таки прорезалась осталась птичка я раскатала пласт достаточно толстый то есть это максимальная толщина на моей пастомашине два с половиной миллиметра листик монстеры смотрите он сразу сделан с дырочками я так понимаю что сейчас когда я буду прорезать эти дырочки тоже должны прорезаться а вот центральное большое круглое отверстие мне почему-то кажется что самый маленький катер из круглой серии подойдет под это отверстие потом можно будет в листочке монстера уже прорезать сейчас посмотрим да точно подходит и можно будет прорезать уже непосредственно в листики из пластики круглым катером это сквозное отверстие листочек прорезался неплохо прорезались все мелкие элементы конечно здесь их нужно будет поддеть и кулочкой и извлечь все лишнее из нашего листочка чтобы он был более естественным более натуральным и краешек у листика остался довольно таки округлый без каких-либо рваных краев то есть принципе доработки он не требует но единственное конечно что взять маленький катер и вырезать вот эту вот кругленькую центральную часть катер маленький кстати тоже неплохо прорезал очень хорошо что они не сплошные что можно извлечь пластику если он застрял в катере иголочкой катеры сами по себе неплохие если учитывать что я брала достаточно толстый пласт и они без проблем прорезает то очень даже рекомендую советую но теперь давайте посмотрим большой пакет что у нас там находятся сразу скажу конечно же там силиконовые вайнеры которые помогут мне в работе конкретно с цветами скажу честно такие вайнеры я вижу первый раз давным-давно смотрела не даже у девчонок уже спрашивал на мастер-класс кури девочки кто знает фирму кима for art кто может быть пользовался вайнерами катерами девчонки сказали что действительно пользовались потому что есть такие вайнеры которые давным-давно привлекают мое внимание но все-таки конечно холодный фарфор это один материал а запекаемая полимерная глина совершенно другой материал здесь силикон достаточно жесткий могу сразу сказать поэтому можете смело брать и работу запекаемой полимерной глиной и сейчас я вам показываю набор подснежников это очень маленький подснежник и смотрите чем мне нравится вайнеры тем что можно делать закладку сразу трех лепестков вы три лепестка уложили это настолько будет экономить вам время сразу же в комплекте идут которые под размер листика под размер лепестка следующий набор который заказала я видите заказывала очень миниатюрные наборы потому что все таки я больше делаю украшения и эти украшения конечно все таки цветы идут не в натуральную величину они идут в уменьшенном виде поэтому и этот набор нарциссов которые заказала он тоже будет в очень очень маленьком размере но в то же время пускай это маленькие цветы но хочется ведь чтобы они выглядели натурально естественно чтобы они походили на нарцисс следующий набор тоже идут каттеры и вайнер это васильки как вспомню когда я раньше делала васильки только руками и сколько вырезала сколько раскатывала думаю господи ну как же здесь будет легко и просто вырезать пласт прорезать это все сразу уложить четыре заготовки вайнер приезжать сверху второй половинкой и сразу сделать четыре заготовки следующий набор набор с маленькими каттерами это каттеры чашелистиков и смотрите можно сразу же делать четыре заготовки тех же листочков а листики в двух размерах смородина виноград крыжовник то есть эти листочки будут подходить под очень многие ваши проекты следующий идет вайнер с трубочками это лаванда скоро у нас крыму зацветет лаванда вчера как раз проезжала мимо лавандовых полей и скоро я всю эту красоту увижу но знаете чем уникален вот этот набор смотрите здесь идет молд в котором есть заготовки для цветов в трех размерах к нему же идут три размера каттеров к этому набору и самое интересное здесь идут стеки молд и они вот такие вот пластмассовые сейчас пока я просто показываю вам картинку в конце этого видео то есть после того как я сделаю полностью распаковку я многие из этих каттеров силиконовых молдов и вот этих вот стеков молдов пластмассовых я их протестирую и вы наглядно посмотрите как они работают и насколько они помогают и ускоряют процесс лепки ну а следующий это ягода черная смородина очень хочу попробовать этот молд работе не только с полимерной глиной но и с эпоксидной смолой текстуры штампы такие небольшие взяла для полимерной глины для того чтобы иногда просто задник у брошек либо у сережек можно было красиво оформить так следующее что я хочу показать это набор листочков здесь идут листки лепестки и как я понимаю чашелистик только большой это судя по каттерам сейчас я открою молды и покажу вам что они себя представляют это лепесток розы мелкой розы кстати очень красивая текстура очень четко проработанная и посмотрите как складываются две половинки вайнера настолько все четко продумано что вот этот выступ верхней части да когда идет состыковка двух половинок поможет вам правильно соединять две половинки вайнера и правильно делать отпечаток очень продуманная вещь у листиков текстура просто обалденная здесь вот показываю вам набор еще одних листочков с каттерами девочки кто делает браслеты именно браслеты с цветами да вот и добавляет очень много листиков вот эта форма и размеры листьев идеально будут подходить и вы сразу за один раз можете сделать по 6 листиков этот так экономит время вы даже не представляете они все будут листики у вас разных формы и разного размера и ваши браслеты ваши изделия будут только выигрывать в этом следующее что я хочу показать это такие небольшие мини наборы здесь и получается идут листочки разные и к ним идут молды вот посмотрите мол с листиками с тремя листиками и сразу катары в трех размерах там настолько мелкие листочки что этим листочки могут быть использованы для создания да вот сереже когда мы гроздьями собираем серьги там нужны очень очень маленькие листочки для того чтобы вес не добавлять нашим изделия это лепесток розы синий я вам сейчас показывала тоже очень хорошая текстура но сейчас я вам покажу это молды для работы именно запекаемой полимерной глины вот смотрите первые которые я нашла это для птички птичку которую мы делали помните катаром прорезали он четко подходит под размеры он в принципе был сделан для того чтобы прорезанной из пластики птички придать рельеф и текстуру кстати кто будет пользоваться такими катарами такими молдами сразу скажу что раскатываете пласт толщиной если вот на паста машине толщина на паста машине на режиме четверочка тогда он четко подходит когда вы прокатываете скалкой как видите скалкой нужно еще раз катать именно влажное для того чтобы не прилипала наша пластика не тянулась за скалкой и сейчас мы с ними посмотрим какая текстура какой узор у птички получился вы знаете узор достаточно глубокий и если здесь поиграться еще жидкой пластикой то есть во все углубления птички прокрасить ее жидкой пластикой либо низкой температурной эмали то птичка заиграет совершенно другими красками а еще я подумала о том что можно таким образом такими птичками задник оформлять у брошек будет очень даже красиво как видите еще лисенок есть к нему кстати тоже есть там катаре обязательно попробую потом и расскажу вам покажу что получилось лист монстеры который мы тоже с вами прорезали есть еще красивые киты в общем я думаю что все это пригодится все это будет использовано в работе и посмотрите какие невероятно красивые текстуры опять же это оформление задника обратной стороны ваших изделий они очень очень понадобятся да и в принципе и с лицевой стороны изделий если обыграть эту текстуру металлизированной пудрой я думаю что будет очень эффектно смотреться и в сережках и в колье сейчас я вам показываю прозрачные молды это ягоды и кстати очень интересная задумка для того чтобы видеть насколько заполнено пространство внутри этого молда за счет того что он полностью прозрачный вы можете видеть правильно ли вы забили пластику или если вы работаете с жидкой пластикой эпоксидной смолой вы всегда можете видеть до конца ли залиты ваши молды и не будет ли дефекта в ваших ягодах после того как вы запечете их или если это была эпоксидная смола она там застынет верхней части кстати небольшие оставлены проемы совершенно небольшие это тоже не может не радовать значит будет меньше дефектов ягод очень много здесь ягоды малины причем невероятно такие маленькие такие малюсенькие что я тут принципе не встречала такие маленькие здесь ягоды смородины и физалис есть поэтому я обязательно с этими прозрачными молдами сниму отдельное видео я вам покажу расскажу как они работают и конечно попробую их запечь хотя все силиконы предназначены для запекания важно какого они цвет заказала молд личико может быть когда-то ручки у меня дойдут и я начну наконец-то создавать кукол и конечно лучше все-таки учиться пока с молдами работать дорабатывать те личики которые ты извлекаешь ну и потихонечку так набивать руку так это у нас сейчас идет тоже прозрачный молд этот молд я заказала одним из первых это молд маленьких суккулентов и я наверно первым делом буду пробовать буду создавать потому что суккулент это тоже моя слабость и мне очень очень интересно какие не получится потому что если большие можно создавать без проблем то с маленькими иногда приходится повозиться поэтому я уверяю вас что скоро на моем канале будет очень очень много мастер классов с использованием вайнеров катеров молдов из этого обзора и вы сами увидите насколько они облегчают работу для нас полимеристов и для тех кто работает с холодным фарфором очень много пришло первоклассных инструментов материалов которые помогут мне в работе сейчас я немножечко вам продемонстрирую хотя бы такие основные материалы которые меня зацепили в первую очередь я хочу вместе с вами посмотреть как они работают давайте например создадим нарцисс потому что я же говорил холодный фарфор то холодный фарфор а запекаемая глина это запекаемая глина есть особенности в работе с этими материалами сейчас я хочу сделать нарцисс раскатала салатовую пластику на тонком режиме на шестерочке на свое постомашение здесь немножечко я хочу подрезать верхушку потому что первоначально пробовала и понимала что она чуть-чуть у меня выпирает за пределы силиконового молда стека сейчас я обматываю вокруг этого силиконового молда стека это у нас сердцевина будет для нарцисса обматываю заготовочку хорошенько приклеиваю и стягиваю пластику друг другу чтобы стык у нас соединился разгладился это нарцисс трубчатый здесь моем наборе находится стек молд из силикона вы когда будете делать заказ в принципе можете выбрать вам могут этот стек сделать либо из пластики либо из силикона но в нашем случае при работе запекаемой полимерной глины конечно я все-таки советую брать из силикона и опять же есть вероятность того что очень трудно будет его извлечь поэтому держите на готове либо пудру чтобы можно было присыпать сам этот стек пудрой либо все-таки делайте это через пищевую пленку то есть оборачиваете стек молд пищевой пленкой потом сверху только обклеиваете пластикой и все загоняете форму кстати невероятно эластичный силикон я его пробовала растягивать и вы даже здесь можете видеть когда я загоняю все таки этот стек молд внутрь и достаточно так интенсивно прижимаю и вожу даже в круговую внутри этого молда давайте сейчас еще штампы просто проверим я хочу посмотреть какая текстура этих штампов очень классно продавливается очень выразительный рисунок у них получается если вы будете оформлять задник у ваших из теле то очень очень неплохо будет выглядеть обратная сторона если еще присыпать ее металлизированной пудрой или как-то сделать огранку допустим той же акриловой краской уже после запекания то изнанка будет смотреться не менее красиво и гармонично с любой лицевой стороной любого изделия так теперь я хочу попробовать листочек просто взять маленький катер небольшой вайнер и просто попробовать заготовку хотя я и так вижу какая текстура замечательная на этих молдах принципе знаете ну конечно я вам покажу я сейчас раскатаю чуть-чуть потоньше пласт я уже говорил надо на четвертом режиме паста машины раскатывать я буду цернитовская паста машина это примерно по моему полтора миллиметра потому что этот размер подходит четко под углубление в молте еще что мне понравилось в этих молдах то что катер на пару миллиметров меньше чем заготовка в молде поэтому когда вы прижимаете сверху второй половинкой вайнера вот эти вот зазор в два миллиметра который у вас остался между вырезанным листиком из пластики и молдом как раз вот вся вот эта пластика когда вы прижимаете она уходит в эти два миллиметра очень продумано очень классно и видно что человек все эти нюансы учел потому что они у нас возникают постоянно и нам приходится подрезать эти листики ножницами и ну это лишнее время это некрасивый толстый край здесь же все очень гармонично все классно подобранное классно сделано учитывая все вот эти наши тонкости в нашей работе которые могут быть поэтому друзья все кто сомневался еще покупать лекаторы и вайнеры в кима for art я вам советую покупать потому что это авторские вещи и разрабатывал это человек который непосредственно работал с холодным фарфором или запекаемой полимерной глины и знает все нюансы которые могут выплывать в ходе работы которые так нам иногда мешают в работе и создают нам дополнительные какие-то условия и дополнительные нюансы которые у нас просто иногда отбирают время за которое мы могли бы с вами создать какую-то еще красоту то что я вам говорил у вас есть шесть форм для создания сразу 6 лепестков то есть вы делаете одну закладку ваш молд и на выходе у вас получается 6 красивых листьев это очень поверьте экономит время а за счет того что есть вот этот вот выемка верхней части второй половинки и углубления в первой половинке вайнеров широкой за счет того что есть вот это вот выступ вы не ошибетесь как вам положить вторую половинку молда как все правильно прижать чтобы ваша центральная прожилка не съехала сейчас меня очень многие наверное понимает чтобы у вас четкие отпечатки четких прожилок правильных прожилок были на каждом листике смотрите сейчас вы на выходе сразу же получите 6 красивых листиков листочки извлекается очень легко очень чуть-чуть изогнете форму и листочек уже сам выпрыгивает из нее сразу 6 листьев останется только тонировка и сделать отверстия и вы можете уже их запекать и использовать вашей работе так ну давайте давайте вернемся конечно к нашей лаванде я на ней сделала такой акцент и мне все-таки хочется эти стеки трубочки попробовать они пластмассовые я вам до этого показывала нарцисс там была силиконовая еще раз повторяю если вы будете делать заказ вы можете попросить трубочки из разного материала либо из пластика либо из силикона из того же пласта зеленого я сейчас вырезала катером заготовку для крупного цветочка лаванды и вот смотрите здесь я сейчас беру пищевую пленку обтягиваю стек пищевой пленкой и попробуем давайте через пищевую пленку потому что если к силиконовому стеку трубочки пластика не прилипнет сильно то конечно пластмассе наша запекаемая глина будет очень сильно прилипать и здесь без пищевой пленки не обойтись как видите все у меня получилось цветочек я сняла пищевую пленку я сняла и довольно таки неплохой получился цветок так что девочки кто мне там спрашивал за лаванду есть лаванда есть наборы пожалуйста покупайте создавайте и вот такой вот пришел мне лист тюльпана есть у меня листы тюльпана были у меня листы тюльпана знаете я нехорошая текстура очень жирная такая прям толстые прожилки которые портят всю картину здесь все-таки листочек очень нежный и он в натуральную величину вы можете сделать как полноразмерные цветы так и конечно выбрать небольшую часть молда и работать уже с маленькими листочками друзья честно я хотела сделать этот обзор очень коротким но никак не на 20 минут но когда я раскрыла эту посылку когда я начала перебирать все эти молды катары вайнеры все что пришло я поняла что нет не получится у меня в 5-10 минут уложиться потому что материалы действительно настолько классные как видите я еще не все продемонстрировала не все вам показала но в следующих моих видео это будет уже не просто обзор это будет мастер-классы я обязательно проработаю с каждым из этих наборов и покажу вам что можно сделать и расскажу насколько ускорится ваш процесс и что вы получите на выходе поэтому если вы еще думаете приобретать ли вам что-то из продукции кима for art я вам советую переходить сейчас же на сайт переходите на страничку в инстаграме или вконтакте и смотреть глаза разбегается очень много классных наборов где продумано все до мельчайших деталей и катары и вайнеры и силиконовые трубочки друзья все ссылочки на производители на их продукцию я оставлю в описании под этим видео если у вас остались какие-то вопросы по данному видео или я что-то пустила в продукции спрашивайте я обязательно вам отвечу я надеюсь что этот обзор был полезен для вас потому что для меня эта продукция действительно очень полезная и очень востребованная была мной сейчас прошло уже достаточно длительное количество времени я работаю у меня эти катары постоянные молты лежат на столе я ими работаю и получаю огромное удовольствие когда мой процесс ускоряется в десятки разов поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки если вам понравился мой обзор и и следите за новыми мастер-классами они уже будут скором времени с применениями этих катаров и молдов все всех целую пока пока